Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 января, Православная Церковь совершает память святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского. О пастырской деятельности святого Феоктиста летописей сообщают лишь отрывочные сведения. В недолгие годы его святительство в Новгороде происходит усиленная постройка храмов. В 1300 году или 1301 году по благословению владыки Феоктиста была заложена каменная церковь во имя Архангела Михаила на Михайловской улице и через два года освящена. В 1301 году новгородцы срубили четыре деревянных храма. В 1302 году заложили каменную церковь во имя святых князей, мучеников Бориса и Глеба, которая порушилась. В следующем году были срублены еще четыре деревянных храма в Новгороде. В 1305 году новгородский посадник Симеон Климович по благословению святителя поставил каменную церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы на воротах от Прусской улицы на каменном Детинце. Детинцем называлась в Древней Руси внутренняя крепость. Архиепископ Феоктист осветил великим освящением храм во имя святых Бориса и Глеба и другой на княжеском дворе в честь отцов Первого Вселенского собора. В том же 1307 году, в декабре после восьмилетнего управления новгородской паствой, святитель Феоктист своего ради нездоровья оставил архиепископскую кафедру. Благословив новгородцев, он удалился в Благовещенский монастырь, где, изволив молчальное житие, так в безмолвии, то есть в свободе от суеты людской, прожил святитель три года в обители. Архиепископское место святителя Феоктиста по уходе его в монастырь занял его духовный отец Давид, которого все новгородцы с игуменами и со всем иерейским чином возлюбили и с честью посадили во владычном дворе. А святитель Феоктист благословил его на свое место. 23 декабря 1310 года по старому стилю блаженный святитель Феоктист мирно почил. «Он много пострадал для Бога», — говорит современник. «Когда он приставился от этой временной жизни, святая душа его взошла на небо, а лицо как бы озарилось светом. Видевшие это, дивились и прославляли Бога. Честное тело святителя было положено всем иерейским чином в монастырской Благовещенской церкви. «Дай же, Господи Божие, ему небесное царство, а Новгороду молитву его и благословение», — заключает летописец свой рассказ о кончине святителя. Таковы немногочисленные известия о трудах и подвигах земной жизни святителя Феоктиста. После его блаженной кончины Бог прославил его многими чудесами. В первый раз Бог прославил святителя Феоктиста через 300 лет после его приставления. Супруга царского диака Юльяния долго была больна, так что потеряла всякую надежду на выздоровление. Но вот одной ночью явился ей во сне муж в священном облачении и сказал, «Поищи гроб архиепископа с сего города Феоктиста и получишь исцеление». Диак справился по летописям о гробе святителя, привез больную жену в Благовещенский монастырь, отпел здесь панихиду и раздал щедрую милостыню. Больная тогда же почувствовала облегчение, а скоро и совсем выздоровела. Благодарный диак пожелал, чтобы тогда же была написана икона святителя по явлению бывшему его жене. В то же время панамарь Софийского собора Феодор, занимавшийся иконописанием, написал икону святого Феоктиста с древнего подлинника, который сохранился на стене Софийской паперти. На иконе святитель изображен в молитвенном положении пред иконой Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1664 году князь Василий Ромодановский, наместник Новгорода, по благоговейному усердию к святителю, велел очистить среди остатков Благовещенской церкви от развалин гроб святителя и устроить над ним часовню, потом устроил раку над мощами с ликом святителя и, наконец, возобновил каменный храм, который существует и до ныне. Между тем святитель продолжал изливать благодать чудотворений. В 1700 году перед гробом прозрела дочь знаменского священника, ослепшая после долговременной болезни. Такое же чудо совершилось над дочерью священника Ильинской церкви и над женою священника той же церкви. Десятилетний немой отрок, сын купца Афанасия, получил дар слова после молебна у раки святителя. В том же году исцелились два родные брата – купцы Потап и Иоанн. В 1705 году у раки святителя Феоктиста получил исцеление Антон Михайлов-Боровиков. Он страдал умопомешательством и был без языка. В 1707 году мощи Блаженного были положены открыто, исцеления продолжались. Так, в 1710 году крестьянка Мария, 20 лет бывшая больной и 3 года слепой, мгновенно получила исцеление после того, как облобызала лик святителя на гробе. Жена новгородского дворянина Силы Корсакова долго страдала внутренней болезнью. Раз во сне явился ей неизвестный муж в архиерейской одежде и велел идти на гроб святителя Феоктиста, она исполнила таинственное повеление и при гробе чудотворца исцелилась. В 1703 году по молитвам у раки святителя разрешилось неплодство жен дворянина Феодора Нелядинского и Симеона Савельева Зеленина. В 1714 году явился в сонном видении неизвестный муж в святительском одеянии купеческой вдове Марии, которая целый год не владела руками и ногами. Вспомнив о святителе Феоктисте, она со слезами стала молить его о своем исцелении, дала обет помолиться перед его ракой и действительно исцелилась. Подобное же явление святого в ночном видении и в том же году было панамарской вдове Евдокии, лежавшей в расслаблении. Священолепный старец явился ей во сне и сказал, «Для чего ты напрасно лечишься у глупых волхвов?» Евдокия велела сыну своему снести себя на гроб святителя Феоктиста и там получила исцеление. Почитание памяти святителя Феоктиста началось, вероятно, вскоре после его кончины. Местное празднование ему в Благовещенском монастыре установлено до 1786 года, в котором был устроен предел во имя его. В 1786 году по уходатайству митрополита Петербургского Гавриила мощи святителя Феоктиста с разрешения Священного Синода были перенесены из упраздненного Благовещенского монастыря в Георгиевский и положены в серебряной раке под спудом в храме подле стены у иконостаса по левую сторону алтаря. В 1827 году архимандрит Фотий устроил здесь предел во имя святителя Феоктиста. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых мучеников и же в Крите, преподобного Нифонта, епископа Кипрского, преподобного Павла, епископа Неокисарийского, а также новомучеников российских, священномученика Василия Спасского-Пресвитера и преподобномучеников Макария Миронова и Ионы Смирнова. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезимеництва. Пусть великодоровитый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует вам здравие телесное, спасение душевное. Будьте Богом хранимы. Многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok